Привет зритель! Случилось так, что я давно, ну может месяца три или четыре, еще когда ближнему родственнику, родственнице на самом деле, искала чайник в наборе, но то не удалось, поэтому об этом не будем. Но суть такая, что я хотела себе или заварочный чайничек, или чайничек чуть поменьше того, который у меня есть, там на два или на три он, или на четыре литра, на три с половиной на ралитах. В общем, вчера, когда я получила свои очки, вот этим, я решила, что надо бы мне купить что-то, чтобы отметить это событие. Ну люди как бы обычно отмывают, кто-то там чем-то алкоголем, кто-то еще что-то делает. Я вот купила себе чайничек. Он стоил 600 рублей, это Майер и Бош. Вообще, мне всегда казалось, что пишут Бош и Майер. У меня от Бош есть кофе молющая кофемолка. Вроде пока больше ничего от Бош не было. Может быть, что-то было от Бош и Майера, я точно не помню. Ну короче, в общем, вот. Я в магазине попросила его на кассе распаковать, потому что не очень догоняла. Так ли, как я предполагаю, не совсем. Современный дизайн. Наслаждайтесь напитками в любое время с вашим элегантным чайником из нержавеющей стали. Корпус из нержавеющей стали высокого качества. Чайник со свистком. Тут вот свисток у нас раньше на механке еще при бабушке был похожий чайник именно с таким свистком, а не как вот крышечка одевается, как мне подругу потом на новоселье подарила. И я, в принципе, изначально хотела именно такой чайник, ну как бы дареному коню, зубы не бьют, да? Один литр рассчитано. Нет, видимо, по кругу я сейчас не могу прочитать. Вот с кверх ногами я могу прочитать, а так нет. Разработано по высоким немецким, где-то оно, стандартам фирмой Майорбош. Ну и у нас тут что, эргономичный дизайн, нержавеющая стаи, классический дизайн, дополнит любую кухню и съемная крышка МБ-400. Дизайн он у нас, конечно, в Китае, и он пригоден для газовой плиты, помимо прочего. Ну и тут три предмета. Крышечка, соответственно, чайничек и ситечка. Вот так оно выглядит. Ну и тут всякая информация. На разных языках чайник со свистком. Вот только сейчас это увидела. Я мысленно читаю, вы можете вслух. Короче, в общем вот. И оно вот так вот выглядит сверху. Он был один-единственный. Там были похожие другой фирмы. И они, ну как бы, суть такая же, что ситечка внутри. Но они были более оваленькие, более продвинутые как-то. В общем, не такие. Не такой формы. У меня есть коробочка очередная. И вот у нас такой чайник. Соответственно, его надо как бы окатить, помыть перед тем, как использовать. И я после запишу еще его процесс, его работы на газу. И добавлю туда черного чая с какой-нибудь растительностью. Благодарим вас за выбор нашей продукции. Электротовары высокого качества. Ну, тут, кстати, сайт есть. СКМ-м. Точнее, СКС-м.ру Тут, походу, дело-то типа как книжечка даже, что ли, или что-то такое. Неудобно одной рукой. Вот. Более 10 лет эта фирма существует. А до этого, я подозреваю, они поодинок существовали. В общем, вот такой чайник. Тут у нас крышечка. В отдельном пакетике. Бакеритовая держалка. И тут гвоздик. Вот у меня на том чайнике, на крышке, там просто как заклепочка такая. Не подкрутить при случае, если вдруг открутится. Тем более удобно. Вот такое вот массивное, большое ситечко. Ну, не массивное, скажем, даже больше. Объемная ситечко. Вот в саду у нас родственники, бывает, не перепадают. Если вместе работали, когда чай пьем, то прямо в чайнике заваривают. И без ситечко, конечно, без всякого. Там листиков несколько всяких разных садовых деревьев. Ну, и пару пакетиков черного чая. Я вот думаю, тут варить лопачу, потому что он у меня как бы есть. Я давно про него забыла и давно как-то не варила. И раньше на механке я его варила в турке. Не мельхиор, у меня другая еще турка была. Алюминиевая. Но как-то все-таки удобнее варить ситечком. Поэтому я, может быть, завтра сделаю себе лопачу днем. Потому что, в принципе, он бодрит. Сейчас уже как бы вечер. И неудобно будет. Некомфортно. Ну, организм, в общем, не поймет меня. А тут сварю себе черный чай. С несколькими листиками. Может, мяты, может, там еще какого растения. Смотреть, на что у меня там есть. В ближайшей досягаемости. Ну, и, конечно, его можно использовать просто как чайник на литр. Это побыстрее скипит. Вот такая вот ручка не будет быстро. Ну, как бы быстро вообще падать не будет. Хорошо так закреплена. Бывают просто чайники, что вот так поставишь, и ручка хлобысь. Вот тут у нас носик. И ситечка еще, как бы, в самом чайнике вот здесь вот. Вот, видно. Что, в принципе, видимо, рассчитано, что если вы будете помимо ситечка что-то такое делать, то как бы в дырочки пойдет. Ну, или мало ли чего. То, что... Хотя вот там дырочки покрупнее. Может быть, если только без ситечка какой-то большой чай крупно-листовой делать. Или что-то такое. А то вот так подумаешь, в одну не просочилась, а в другую в любом случае пройдет. Вот такое. Ну, ну, я тут отражаюсь я с камерой. Конечно, эту хренатеньку я тоже сниму, перед тем, как буду использовать и мыть. И тут что-то по типу наклейки. Один литер, я буду тоже как-то аккуратно обсоединить. Но уже это буду делать двумя руками. Почему первая часть обзора, можно сказать, готова. Очень удобный чайничек. Сейчас я вам его соберу. Отличное просто приобретение 600 рублей в удовольствие. Бошен Майор. Так как я слегка во время неограничена, у меня тут батарея слегка разрежена, ну, в смысле, собирается разрежена, то я взяла первое, что попалось под руку. Ну, практически первое. Там сначала был тысячелестник, это у нас липа. Я подумала, что можно, в принципе, сварить липу. Как бы чисто липовый чай бывает. Вот фильтр пакетики липы, да, а тут у нас чисто липовый чай. Вот я взяла сушилок, он, правда, еще не совсем досох. И вот крышечка. Сейчас надо чем-нибудь положить эту липу. Так как я с одной рукой, это не очень удобно, то я, пожалуй, прервусь временно. Вот у меня тут липа. Я ее сверху сейчас залью фильтрованной водой. Там у меня поставленка сушеная, высохла на солнце. Я зажгла уже газ на плите, и вот я думаю, что этого количества воды более чем достаточно. И мы покрываем. Я, конечно, никогда не засыпала время, сколько у меня обычно большой чайник греется. Но просто из-за интереса. 4 минуты. Можно прибавить обратно. Выключила раньше, чем он подал звук. Точнее, он подал звук, но камеру включила только сейчас. Короче, в общем, счастье у нас согрелось, но, наверное, надо было чуть поменьше воды накапать. Ну, не совсем уж подверг. На это все ушло у нас аж 13 минут. Слушайте, так долго. Ну, это первая проба пера. Так-то я не замечала, сколько у меня, допустим, большой чайник идет. Ну, вот у меня тут стаканчик. Ручечка. Как бы она нагрелась. Ну, вот у меня у родней чайник похожий. Их не смущает, что ручка горячая. Ну, не настолько, конечно, горячая, но... Вот, липой уже пахнет. Вот. Вот. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. И всем освечу таких чайников. Продолжение следует...